Ну что ж, впереди выходные, мы об этом уже неоднократно сказали, но также и ноябрьские праздники о том, как уходить в отпуск и чувствовать себя при этом комфортно. Давайте узнавать и общаться. Итак, у нас сегодня в студии Кристина Твераступ, кандидат психологических наук, доцент. Доброе утро! Доброе утро! Надеюсь, вас не расстроил столь ранний подъем. Меня он даже, вы знаете, наоборот, как-то так замотивировал и дал энергии силы, потому что я люблю рано вставать. Вы выглядите прекрасно, поэтому вы сегодня украшаете эфир в очередной раз. Скажите, пожалуйста, вот скоро майские, прошу прощения, ноябрьские праздники. И майские, и майские, да. Уже майские ждем. Уже майские ждем. Подольше отдохнуть хотите, да. Казалось бы, времена такие, что прохладно будет, но есть же способы, как не расстроиться холодом, а порадоваться с точки зрения психологии? Ну, конечно же, есть. И на самом деле, с точки зрения психологии, любой праздник или любое время отдыха, это отдых и восстановление, да? Это некий такой рекреационный период, который дает возможность человеку восстановиться, причем как физически, так и психологически в том числе. Ну, если уж на то пошло, на сегодняшний день о чем можно говорить, о еще и духовном восстановлении, потому что у нас сегодня очень много туров непосредственно связаны, да, с заборами, с памятниками, с архитектурами, в том числе и религиозного направления. Поэтому вот эти вот сферы, которые являются для человека важными, да, они дают возможность как бы отдохнуть, они дают возможность восстановиться, они дают возможность почувствовать себя совершенно по-другому. Очиститься, да, наверное, какие-то вещи внутри. Да, я в полностью согласна, конечно же, очиститься и быть готовым к новым познаниям, к новой жизни. Жизнь прекрасна. Как вы планируете провести ноябрьские выходные? Ноябрьские выходные, вопрос совершенно. Вы знаете, я планирую ноябрьские выходные провести со своей любимой семьей. Для меня это важно, у меня очень много племянников, и я в любое свободное время стараюсь отдавать им. Их себе в том числе. Ну вот вернемся к этим праздникам в очередной раз. Крым, хоть и говорят, что маленький, но на самом деле довольно большой. Ваше любимое место, где вы предпочитаете отдыхать и почему? Ну, давайте начнем с того, что вообще любимых мест, любимые места в Крыму, если мы говорим о крымчанах, да, то есть это те места, где они могут удовлетворить свои рекреационные в том числе потребности. То есть если человек начинает восстанавливаться, он может восстановиться только в той среде, которая для него будет являться комфортной. Вот почему говорят, есть рекреационная среда. Вы можете приехать в какое-то место, но не получить вот этот вот элемент восстановления только потому, что среда не удовлетворяет ваших потребностей. Причем у вас есть свои потребности, у среды есть тоже свои потребности. Еще Мечников писал о том, что среда, она на самом деле имеет такой колоссальный рекреационный потенциал, и она в некоторых случаях даже обуславливает поведение человека. В определенной среде человек совершенно по-разному начинает себя чувствовать. И если эта среда ваша, да, опять же, на всех компонентах, то, соответственно, процесс восстановления будет идти намного сильнее и намного больше. Вы можете понять, что среда твоя? А это зависит от ваших потребностей. Вот когда вы говорите о рекреации, когда мы говорим о восстановлении, если мы говорим об отдыхе в этом контексте, да, следственно, у вас есть определенный набор этих потребностей. У вас могут быть потребности коммуникативные, это потребность общения. У вас могут быть потребности реализации каких-то своих тех же семейных отношений, это дети. Соответственно, это должна быть совершенно другая рекреационная среда, да. То есть у вас могут быть потребности провести время с друзьями, это тоже определенное место. А в одиночестве? Вот, совершенно верно. Я хотела сказать, что это еще связано непосредственно с психотипом человека. Есть люди экстравертированные, для которых потребность во взаимодействии, потребность в общении. Их досуг, по сути, уже предполагает некую форму активности. Следственно, есть люди интервентированные, которым хочется побыть самим собой. И, соответственно, большая Ялта для него может быть, даже будет некомфортно. Какой-то регион, вот Тарханку, Черноморская, Курортная, я знаю, сейчас очень так актуально. Вот эти регионы, как Тебель возьмите, это тоже рекреационная зона, которая удовлетворяет определенные потребности. Потребность в каком-то определенной оправленности, ну даже возьмем музыкальном, если брать вот этот известный фестиваль. А скажите, оценки, которые дают потом люди, скажем, после отдыха, из каких критериев они складываются чаще всего? Только из своего психологического комфорта. И причем, что самое интересное, среда, она тоже должна быть определенно обусловлена под отдых человека. То есть, если среда организована не таким образом, в котором человек будет чувствовать себя комфортно, то ваш, в принципе, процесс восстановления не будет проходить глобально, и следственно, вы после отдыха, бывают, знаете, такие моменты, когда человек после отдыха, он еще больше устает. Отдохнуть после отдыха, да, вот как зачастую? Плюс есть люди, которые работают в отдыхе, и для них это время, когда они могут завершить какие-то определенные начатые дела, как у нас говорят в психологии, знаете, завершить незавершенный гештальт, который дает возможность тоже восстановления гармонии внутренней. То есть работа в выходной может поспособствовать наоборот? Конечно, да, если у вас есть такая потребность, если вы получаете от этого удовлетворение. Когда человек получает от того, что он делает, удовольствие, это уже говорит о том, что мы восстанавливаемся. Но когда мы находимся в состоянии дискомфорта, это, конечно же, уже разрушительное поведение для психики в том числе. Вот известно устойчивое выражение, что отдых – это просто перемена рода деятельности. Как психологи к этому утверждению относятся? Да, совершенно верно. Отдых в некоторых случаях – это перемена рода деятельности. Но опять же, если мы говорим о форме работы в отдыхе, да, то есть вы же можете в принципе, да, какое-то время делать те дела, которые вам необходимо делать, но у вас есть дела, которые вы не можете завершить, потому что вам необходимо делать те дела, которые необходимо делать. Замкнутый круг. Потому что, соответственно, некоторые женщины выбирают отдых – это работа по дому, это тоже доставляет удовольствие. Да, потому что не всегда у нас есть возможность завершить какие-то бытовые дела. А это тоже среда, это же тоже наш уровень комфорта, да. Поэтому, конечно же, каждый выбирает, опять же, с точки зрения того, какой мотив на сегодняшний день является для него самым актуальным. Кристина Геннадьевна, к сожалению, время подошло к концу нашего интервью. Очень жаль. Но мы вас так просто не отпустим и предлагаем вам пройти вместе с нами в фотозону, которая находится вот в том телеящике. С удовольствием. Пойдёмте. Так, сегодня у нас в студии была Кристина Тверостоп, кандидат психологических наук, доцент. А этот символический телевизор означает то, что совсем недавно, позвольте, я стану с этой стороны, мы перешли на цифру, поэтому мы смотрим прямо в камеру. Улыбаемся, говорим цифры. Раз, два, три, цифры. Раз, два, три, цифра.